Вы смотрите актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте. В Конголасском, на севере Алданского, в Олегминском, Абыйском районах отмечается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса категории опасного метеорологического явления. По прогнозу Якутского гидромета, в период 16-17 июля по территории республики существенных осадков и снижения температурного режима не ожидается, поэтому сохранятся погодные условия, способствующие возникновению и распространению лесных пожаров. О пожароопасной обстановке в лесах на сегодня расскажет гость студии Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Саха. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим, наверное, об основном. Как сейчас складывается обстановка с лесными пожарами? Есть ли угроза у населенных пунктов? Ну, в целом, можно сказать, на территории этой республики с лесными пожарами, конечно, напряженно, но контролируемо. Сегодня всеми оперативными силами, это и авиалесоохрана, и якут лесоресурсы, пожарные, спасатели, местное это население, все принимается, принимается меры по недопущению перехода огня на населенный пункт. Если взять по цифрам, по оперативным данным, в настоящее время на территории республики действует 164 лесных пожара, с общей площадью более 900 тысяч га, меры по урушению принимаются по 66 лесным пожарам, но на общей площади где-то порядка 290 тысяч га. Общая группировка составляет более 1770 человек и более 140 единиц техники. Кроме того, у нас на территории работают 286 федеральных сил авиалесоохраны. Ну, помимо сил и средств, наверное, проводились еще и какие-то работы, да, по предупреждению лесных пожаров, защите объектов экономики? Ну, данные планы мы принимаем ежегодно. Это и по противопожарному обустройству, минерализованных полос, противопожарных разрывов. На сегодняшний день по данным, по планам муниципальных образований, это цифра более 1600 километров противопожарных разрывов и минерализованных полос. И на сегодняшний день мы находимся в завершающей стадии. Объемы и планы выполнены на 91%. Кроме этого, все равно при приближении к населенным пунктам принимаются дополнительные меры по противопожарному обустройству. Это расчистки минполос уже существующих или противопожарных разрывов. Это проверка гидрантов, емкостей, воды, проверка дополнительных сил, средств, те, которые, возможно, могут привлекаться при тушении природных пожаров. Но ведь Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности подведомственные некоторые учреждения, вот они привлекаются в борьбе с лесными пожарами? Да. С 2022 года мы в наших подведомственных учреждениях, в государственной противопожарной службе были созданы нештатные группы. Также в службе спасения была создана аэромобильная группа службы спасения. На сегодняшний день эти две оперативные силы активно привлекаются. На сегодняшний, ну, в данный момент более 100 человек и порядка 6 единиц техники сегодня они активно работают на лесных пожарах, природных пожарах по защите населенных пунктов и показывают свою эффективность. А какая-то помощь оказывается привлеченным силам и средствам? Да. По заявкам оперативных штабов, созданных в органах местного самоуправления, мы на республиканском штабе рассматриваем заявки. И на сегодняшний день 6 муниципальным районам уже выделили материальные ресурсы из республиканского МАД-резерва. Это и ранцевые огнетушители, это и индивидуальный рацион, это питание, емкости, помпы, средства связи, ну, и также средства индивидуальной защиты для тех людей, которые сегодня активно принимают это участие. Я предлагаю вам поговорить о работе самолетов-зондировщиков, потому что известно, сегодня один вылетает в Алекму, если я не ошибаюсь, вчера один из них отработал в Волданском районе. Да. Сегодня два воздушных судна Як-40 и Ан-26 атмосфера полярных авиалиний при ресурсовой облачности они привлекаются. За прошедший период это было более 40 вылетов, были охвачены 23 района, и по итогам их работы было отмечено высокий уровень активности осадков. Да, на сегодняшний день при ресурсовой облачности вот и в Волданском районе мы активно их принимаем. Также в соответствии с поручением главы республики нам выделили дополнительные финансовые средства для продолжения этой работы, исходя из складывающейся обстановки. Но в целом самолеты-зондировщики доказывают свою эффективность. Да, они работают. Мы в этом году начали работу рано, это середины мая, как наши коллеги из геодрометно-службы тоже подтверждают о том, что лето у нас наступило рано, грозовая активность уже наблюдали в мае, и вследствие гроз уже появлялись природные пожары. Хотя данные воздушные суда привлекаются для понижения уровня класса пожароопасности и увлажнения территории. А есть воздушные суда с водосливными устройствами? Это что такое? Да, есть воздушные суда с водосливными устройствами у наших компаний полярных овелений. Так, кроме того, на территории этой республики сегодня находится авиационная группировка авиации МЧС России. МЧС России нам очень сильно и очень в этой части помогает. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство МЧС России за постоянное внимание и поддержку. На территории республики сегодня находятся два Ми-8 МТВ с водосливным устройством, также два воздушных судна типа Бе-200, те, которые набирают воду с водных объектов и прямо сливают на огонь там, где он необходим. В том числе одно воздушное судно Ми-8 сегодня находится в Олег-Минском районе и в постоянной готовности он готов уже применяться. А если мы возьмем условные данные за прошлый год, доказывают ли эффективность техника, которая и самолеты-амфибии, и самолеты-зондировщики? Высокая эффективность всех технологий, так можно сказать, и Бе-200, и также самолеты-зондировщики, они показывают высокую и колоссальную поддержку наземным силам, те, которые непосредственно на земле тушат природные пожары. При подлете Бе-200 к зоне работ он связывается с руководителем татушения пожаров, и руководитель татушения пожаров он уже направляет на ту или иную-то кромку для затушивания с применением водосливного устройства. Также и Бе-200, и МИ-8, они постоянно в контакте с наземными службами. На самом деле, надо сказать, что материально-техническое оснащение, если можно так назвать, оно действительно выросло, окрепло. А есть какие-то места, возможно, где еще остаются пробелы, и чего-то нашей республике в части оснащения не хватает? Я так однозначно не скажу. Мы все равно двигаемся вперед, вооружаем наши оперативные службы оснащением и экипировкой. Все-таки у государственной противопожарной службы у нее основная задача – это защита населенного пункта от техногенных пожаров. И дополнительно при угрозе населенного пункта как данные силы привлекаются для тушения лесных, природных пожаров. Но двигаемся вперед. Да, привлекаются, причем очень эффективно, потому что еще несколько лет назад была такая практика, когда в Якутию приезжали люди из других регионов для того, чтобы бороться с пожарами. И потом, когда здесь у нас пожары заканчивались, Якутия куда-то вылетала помогать соседним регионам. Сейчас такая практика есть? Да, конечно. Вот как я сказал, 286 человек с других регионов сегодня нам помогают, помогают силам авиалесоохраны. Кроме того, мы сегодня активно используем спутниковые снимки. Нам помогают для этого и данные фотографии для оперативного принятия решений. Также в Главном управлении МЧС по республике Сахая-Якутия тоже сегодня имеются беспилотные летательные аппараты, те, которые при необходимости, мы их уже привлекали во время весеннего ледохода, и сегодня они тоже привлекаются при повышении приводных пожаров. Ваше ведомство находится в тесном сотрудничестве с якутским гидрометом. Что говорят синоптики? Ну, согласно прогнозам, то, что прогнозировали в мае, сегодня можно отметить, что все прогнозы, они, ну, так, скажем, совпадают. И то есть те жаркие, высокая температура, отсутствие осадков на большей территории этой республики, эти прогнозы, они совпадают с реальностью. И, Дмитрий Николаевич, давайте напомним нашим зрителям такие небольшие прописные истины, как защитить себя от дыма лесных пожаров и, наверное, что делать, если внезапно оказался в таком явлении. Ну, официальные рекомендации имеются и на нашем сайте, и на сайте Роспотребнадзора, также органов местного самоуправления и также главного управления МЧС по республике Сахай-Якутия по мерам поведения на улице или вне дома при задымленности. Но основные, это, конечно, не хотелось бы долгое время проводить тем людям, те, которые имеют хронические заболевания отдыхательных путей при задымленности на улице, воздержаться от выхода на улице. Ну, а также простые меры, это марлевые повязки, увлажненные водой при том случае, если уже надо выйти на улицу. Дмитрий Николаевич, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились полезной информацией, приходите к нам еще. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью, до встречи в эфире.